В эфире Наульского телевидения итоговый выпуск. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! По всей России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой инфекцией. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по данной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В нашем районе инфекционное отделение также находится в режиме повышенной готовности. Разработаны алгоритмы для ведения больных с инфекцией, подготовлены дополнительные койки для лечения таких пациентов. Противовирусные препараты имеются. Также дозакупаются лекарства, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Клиническая картина коронавирусной инфекции такая же, как и при многих респираторных вирусных заболеваниях. То есть это повышение температуры до 38 градусов, слабость, головные боли, кашель, насморк. У части пациентов развиваются диспептические проявления, то есть поражение желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит воздушно-капельным путем, воздушно-пылевым путем и через предметы обихода, то есть бытовым путем. Инкубационный период от 2 до 7 дней, в среднем до 14 дней, но в некоторых случаях инкубационный период может продлеваться и быть до более 20 дней. Клиническая картина коронавирусной инфекции в основном протекает в легкой форме в 80% случаев, но у лиц с отягощенным анамнезом, то есть это особая опасность, у нас представляют группы риска. Наше старшее поколение лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Вот у такой категории людей болезнь может протекать в тяжелой форме в виде вирусных пневмоний. Поэтому на сегодняшний день очень важна профилактика. На территории Янаульского района, как и по всей стране, введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции удовлетворительная. Случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы. В нашем районе из Китая прибывших 5 человек, которые наблюдались, 4 из них наблюдались на дому, и один человек был госпитализирован в инфекционное отделение в связи с тем, что у него повысилась температура 37-38 градусов. И этот человек выписан был тремя отрицательными результатами в удовлетворительном состоянии. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан организована круглосуточная работа по горячей линии, которым вы можете ознакомиться в социальных сетях, в официальных сайтах Янаульской ЦРБ и Минздрава Республики Башкортостан. И ежедневно обновляется список стран, где регистрируется коронавирусная инфекция. На 19 марта неблагополучными по коронавирусной инфекции считаются 11 стран. Зафиксировано это Китай, Корея, Иран, Франция, Италия, Германия, Испания, Швейцария, США, Великобритания и Норвегия. Я всем рекомендую со сложившейся ситуацией понимать важность и правильность оценки ситуации. Главное, самое главное, это не создавать ажиотажа, не выезжать в страны, где фиксируется коронавирусная инфекция. Также, если вы приехали с поездки, где фиксируется, уже зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, самоизолироваться и оставаться дома на время инкубационного периода, это считается на 2 недели. Если появляются признаки остро-респираторной вирусной инфекции, то есть температура за каждого человека, необходимо вызвать на себя, если в вечернее время это бригада скорой медицинской помощи, в дневное время в поликлинике работает неотложная помощь или же связаться с своим врачом, терапевтом. Торжественное открытие Дворца молодежи после проведения капитального ремонта состоялось 19 марта. На его преображение в общей сложности при участии Фонда социальных целевых программ и средств компании «Башнефть» было выделено порядка 100 миллионов рублей. Поздравить янаульцев с радостным событием прибыли заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Яна Гайдук и депутат Государственного собрания Курлтая Республики Башкортостан Рамзил Низамеддинов. Под звуки торжественной музыки была разрезана красная лента перед парадным входом во Дворец молодежи, после чего гости перешли к интерактивным площадкам. Среди них спортзал, где развернулся целый спортивный городок. Юные спортсмены демонстрировали свои умения в волейболе, футболе, тхакомандол, гиревом спорте, легкой атлетике, греко-римской борьбе. С пожеланиями будущих побед почетные кости оставили свои автографы на спортивном инвентаре. После спортивного зала делегация направилась в конференц-зал. Здесь проходил форум молодых предпринимателей Янаула. Участники рассказали о себе, о своей деятельности и ближайших планах. Следующий пункт остановки – кабинет искусств. В нем занимаются воспитанники творческой группы «Кисть Малевича». Юные художники рассказали о своем увлечении, чем их привлекает рисование, показали свои работы. Тем временем в кабинете хореографии проходил урок у классического станка. В методическом кабинете волонтеры рассказали о своей деятельности, подготовили выступление в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. То, как проходит работа социальной психологической службы помощи семьи, детям и молодежи, представители делегации наглядно увидели в кабинете службы. Каждая интерактивная площадка отразила разнообразную плодотворную деятельность сотрудников и воспитанников клубов Дворца молодежи. Сегодня мы говорим о том, что поддержка молодежи – это одно из приоритетных направлений в развитии Республики Башкортостан. И мы предоставляем огромные возможности для развития наших молодых людей. Мы усиливаем присутствие Республики в грантовых конкурсах, в хоромных компаниях. Мы поддерживаем наших молодых специалистов на селе. Мы поддерживаем наших, скажем так, самых маленьких детей. То есть мы им тоже даем возможность развиваться, поскольку мы прекрасно понимаем, что нынешние дети – это уже не те дети, которые были несколько лет назад, это уже совершенно другое поколение. И для того, чтобы, скажем так, успеть за ними, мы должны быть, ну, что называется, по-молодежному в тренде. Вот, поэтому очень радует, что такой объект появился на территории Янаугского района. И хочется пожелать, и мы к этому обязательно придем, что в каждом муниципалитете Республики обязательно будет такое место, где будет собираться наши молодые люди. По завершении экскурсионной части для всех гостей праздника был показан торжественный концерт. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился глава администрации района Ильшат Вазикатов. В 2012 году у нефтяников этот объект мы выпросили безвозмездно муниципальную собственность. Данный объект, он не так массово использовался. И проектирование, извините за такое выражение, выбивание денег еще заняло несколько лет. И вот в течение двух последних лет огромный объем работ выполнен, освоено более 100 миллионов рублей для того, чтобы наш дворец молодежи был одним из лучших, наверное, в республике. Конечно же, то, что мы смогли в конце 2018 года через фонд кино выиграть грант и получить оборудование современное для показа художественных и вообще фильмов – это тоже заслуга коллектива Дворца молодежи. С радостным событием Яна Ульцев поздравила заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Яна Гайдук. Она отметила, что открытие Дворца молодежи – это событие республиканского масштаба. Сегодня мы говорим о том, что поддержка молодежи – это одно из основных направлений развития нашей республики. Сегодня мы говорим о том, что молодежь Башкортостана самая лучшая. Сегодня мы создаем огромные, большие условия для того, чтобы молодежь могла развиваться и оставалась у нас, не уезжала. Говоря об этом, хочу отметить то, что мы постепенно наращиваем присутствие молодежи в грантовых конкурсах, в форумах компаний. Мы работаем над расширением программ поддержки наших молодых людей, проживающих именно в муниципалитетах. И, безусловно, очень важно в этой работе, чтобы муниципалитеты как можно активнее включались в эту региональную повестку. Депутат Государственного собрания Курута и Республики Башкортостан Рамзил Низамеддинов в своем выступлении отметил большую работу, проделанную во Дворце молодежи. Как преобразился его облик. Я вижу, что у нас с вами опыт большой, большой опыт строительства. Мы видим, как эти деньги освоены, как здесь очень щепетильно архитекторы работали, дизайнеры, наверное, работали. Все видно, все, что есть хорошее, старое, они его реанимировали, они его очень... Полы видите, да, рекчи, как они хорошо его очистили, как будто новое все. Очень красиво смотрится, качественная стройка, но я хочу сказать, что вообще подрядчик хорошим не может быть, если заказчик не хороший. Поэтому, естественно, заказчик лица администрации района и города вложили сюда тоже душу. Те люди, которые здесь представляли заказчика, они в самом деле здесь хорошо потрудились вместе с подрядчиками. О том, как шла работа по капитальному ремонту дворца, рассказал главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Уралспедстрой» Ильфат Галиахметов. В завершении встречи для зрителей были показаны разнообразные музыкальные номера. Ульнара Сиддикова, Нил Сафид, служба новостей Янаульского телевидения. Янаульские имамы собрались в мечети Иман 19 марта. На плановое мероприятие приехали представители Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. С подробным отчетом о жизни мусульман района выступил председатель районного общества мусульман Фагим Валеев. Имамы обозначили проблемы, которые их волнуют, и обратились к представителям Духовного управления мусульман с просьбой помочь в решении волнующих их задач. Есть новинки от Духовного управления. Это дистанционное образование, дистанционное обучение. Это проект электронной мечети, где мы будем ставить экраны в мечети как раз таки и проводить онлайн совещания, онлайн уроки как раз таки. Это хотели тоже сегодня обсудить и дай Аллах в ближайшее время это внедрить в Янаульскую мечеть. В данный момент по дисциплинам исламское право, экономика, потом исламское воспитание, нравственность, потом идет исламское вероубеждение, арабский язык. Это много дисциплин. По каждой дисциплине должен быть специалист своего дела. Они у нас разбросаны по всей республике. У нас сегодня нет физической возможности всех специалистов в каждый район прикрепить. И у нас единственная возможность одного специалиста брать его знания и его размножить. Это единственная возможность, то, что время нам предоставляет, это большие экраны, это обратная связь, это камера, это интернет. Мы этим путем пошли и хотим этот проект внедрить во все наши мечети. По традиции с наступлением весны жители района выходят на очистку территорий, так называемые субботники. Первая в этом году акция «День чистоты» прошла 18 марта. Общими усилиями Янаульцев снег буквально таял на глазах. На борьбу за чистоту дружно вышли сотрудники различных учреждений и организаций. И пока весна еще не вступила в свои права, было решено начать с очистки территории от снега. Среди участвующих в акции коллектив детского сада «Колокольчик». Наш детский сад активно всегда принимает участие в таких акциях. С удовольствием педагоги работают, берут в руки лопату. Пока это в форме, пока лежит снег, мы чистим территорию от снега. Дальше, конечно же, в планах это благоустройство территории нашего детского сада, за ее пределами. И озеленение не только территории детского сада, но и района. Сотрудники всегда активно принимают участие в подобных акциях, подобных субботниках. Практически в полном составе выходят, меняясь, чтобы дети не остались без присмотра. В хорошем настроении, всегда позитивные. И всегда приятно проводить время не только в стенах детского саду, но и на территории на свежем воздухе. Работа кипела и на главной площади города. Здесь, вооружившись лопатами, трудились сотрудники администрации района. Внести свой вклад в общее дело благоустройства города постарался каждый участник. Такие субботники у нас еще будут продолжаться. Здесь экологические субботники по санитарной очистке территорий. Откликнулись все организации, вышли на свои протекающие территории. Первым делом мы занимаемся расчисткой снега. Далее будут уже проводиться работы по очистке территории от мусора, озеленению территории, а также посадке деревьев. Данные дни числоты будут проводиться в две недели раз. Продолжительность до октября месяца. Будем также заниматься очисткой территории, поддерживать чистоту. Призываю все организации и населения участвовать на данных мероприятиях. Только вместе мы сможем сделать наш район чище. Традиционно активные участники всех субботников – сотрудники взрослой поликлиники. Медицинские работники спора расправлялись с сугробами. Не отставали от них и в образовательных учреждениях района. Так поучаствовать в акции вышли старшеклассники средней школы номер один. Как отмечают ребята, для них это полезно и интересно. У нас производится уборка снега сзади школы. Мы разбираем большие сутробы снега. Это, как у нас сказать, такая внеплановая уборка, уж субботник. Помогаем в школе. После школьного дня это, как сказать, добровольно мы все вызвались помочь школе. Вообще настроение позитивное, как тут какая-то, как сказать, активная деятельность для школы, для себя. Чем дома сидеть, на свежем воздухе, конечно же, лучше. Участие в субботниках давно стало делом обычным для иноульцев. Практически каждый осознает, что уборка территории, поддержание чистоты не только создает общеблагоустроенный вид города и района, но и просто приятен взору. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей и наульского телевидения. В сентябре прошлого года в рамках федерального проекта «Современная школа в сельской местности и малых городах России» свою работу начали центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В нашем районе центры расположены в Байгузинской и Ямодинской школах. Семинар, посвященный реализации проекта, прошел в школе села Байгузина 13 марта. В семинаре участвовали представители управления образованием, директора городских и сельских школ. Для них учащиеся продемонстрировали свои достижения и наработки. В рамках проекта в школе действует пять кружков. В объединениях программирования и робототехники занимаются в основном старшеклассники. Для создания моделей требуется знание основ физики и механики, а также терпение и упорство. Дети с удовольствием открывают новые возможности. У меня с детства появился интерес к лего, что с ним можно создавать разные вещи. Вот, например, с такими комплектами удобнее создавать многие вещи, которые помогут тебе в дальнейшем, потому что уже в эти годы у нас все уже на роботах, на технике. И с этим лучше, удобнее пользоваться. И мы уже построили, Дилар предложил сделать ветряную мельницу, и мы ее построили. И потом Эльмир Марат сказал, что она сможет выделять энергию. Ну и мы построили вот это. Сейчас я хочу, чтобы, когда папа мой приехал, он чтобы купил мне такой же комплект, чтобы тренироваться и дома. Девочки занимаются рукоделием. На этот раз свои силы могли попробовать и педагоги. Им предложили сделать небольшую поделку. Особый интерес вызвала работа кружка трехмерных технологий. Здесь ребята с помощью 3D-принтера сдают объемные модели. Сначала образец проектируют с помощью компьютерной программы. После его отправляют на распечатку. В зависимости от размера и сложности проекта на создание готового изделия уходит от нескольких минут до нескольких часов. Здесь можно создавать много чего интересного, много чего полезного. Конечно, долго, но свой труд можно показать уже на лучшем способе. Почему я сюда пришел? Потому что он, я уже сказал, привлекает. Свои фигуры можно уже узнать, можно хвалиться ими. Также я очень интересуюсь программированием, поэтому для меня это стало полезным. Здесь эмоций намного больше. Здесь все новое, все будущее. Я раньше такого не видел, поэтому для меня это новое и интересное. Изучение материала с помощью очков виртуальной реальности на своем примере показал директор школы и руководитель центра Зуфар Валиев. Программа позволяет, не выходя из класса, побывать в музеях, выставочных залах, изучить скелетные уроки биологии и даже покорить горы. Эффект присутствия создается максимально точно. Те, кто испытал виртуальную реальность на себе, отмечают особые эмоции и ощущения. Главная задача – это реализация программы в том, чтобы дать образование как по основным образовательным программам, так и по дополнительным образованию. У нас оборудование, которое мы получили, кстати, на миллион шестьсот тысяч рублей, мы используем на уроках математики, вы, наверное, это видели, на уроках ОБЖ и на уроках технологии. Плюс ко всему у нас в школе открыто пять кружков. Вот здесь вы уже видели три кружка, на первом и втором этаже, наверное, тоже видели. Это робототехника и программирование. То есть ребята ходят после занятий на кружки и получают по этим направлениям определенные образования, дополнительные образования. Это очень хорошо, очень хорошо. Ребята уже, наверное, им понравилось, их уже отсюда так не выгнать. Плюс еще они как бы совмещены с школьной программой. Например, робототехника, наверное, вы там видели. Она совмещена, она помогает для уроков физики, то есть по механике, по гидравлике. Есть там у нас роботы, которые строят сами и по ходу уже познают на своих руках, как работает механика, как работает гидравлика. Но здесь уже, конечно, это IT-технологии, здесь мы видим 3D-принтеры, виртуальные реальности. Это наше будущее. И, как мы знаем, это уже недалекое будущее. Это довольно-таки близкое будущее, которое приходит к нам семимильными, так скажем, шагами. В этом году у нас лицея, и к 2024 году все сельские школы будут оборудованы вот таким оборудованием. В настоящее время в центре «Точка роста» занимается 75% учеников. Кружки дополнительного образования посещают 80 детей с 5 по 11 классы. Как отмечают организаторы проекта, обучение идет успешно. Единственная сложность – нехватка узких специалистов. Семинар продолжила теоретическая часть. Участники обсудили методики обучения детей с использованием современных технологий. Гульнара Сиддикова, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. Сотрудники Янаульской Росгвардии провели патриотическое мероприятие «С чего начинается Родина» в Янаульском лицее на этой неделе. Концертной программой встретили представителей Управления образования и Росгвардии лицеисты. Начальник отделения вневедомственной охраны по Янаульскому району, филиала Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан Венер Мугинов рассказал лицеистам историю Росгвардии. Привел примеры героических поступков сотрудников войск Национальной гвардии, довел информацию о социальных гарантиях военнослужащих, а также ознакомил с условиями поступления в военные вузы. В ходе встречи для учащихся показали презентационный фильм о войсках Национальной гвардии Российской Федерации. На этом мероприятии мы рассказали о службе, о службе в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, также довели о патриотизме, о любви к Родине, а также специалисты показали творческие номера. К юбилею Победы Народный театр Хаят подготовил спектакль «Обед» татарского драматурга Туфана Минулина. А в этот раз над постановкой работали два режиссера. У руководителя театра Салават Хамзин и его ученик, наш земляк, уже самостоятельный режиссер Динар Саляхов. Зрителем на этот раз стали жители села Новый Артаул. История двух солдат, которые еще на войне дают обет, который нужно выполнить в мирной жизни. Хисматулла и Хикматулла из одной деревни. Женились в один день, призвались служить Родине и попали в один полк. Роли Хикматуллы решат километров. Эта роль для меня сложна в плане того, что все-таки 75 лет победы играть в защитника, играть и переживать через себя пропускать вот это вот то, что пережили наши предки ТВТ, а именно наши дедушки, отцы. Вот эта сложность. Осознать вот эту вот сложность войны, возвращение домой. В остальном, все-таки не первый сезон, как-то пробиваемся, так сказать. Ну, по реакции зрителей можно сказать, что да, спектакль, пьеса удачная. Салават Хамзин и Динар Саляхов сегодня наравне стараются, чтобы артисты театра играли как настоящие актеры, а зрители смогли переживать или порадоваться за героев. Во-первых, я как уроженец этого города, как уроженец, так скажем, этого театра, холд театра, хаят театра. Для меня очень волнительно. Это первая моя, так скажем, серьезная режиссерская работа, которая помог, конечно, мне мой педагог, мой учитель, который меня отправлял когда-то на учебу в Казань, Салават Салинович Хамзин. И для меня это, скорее всего, экзамен, экзамен перед своим учителем, перед зрителями на Ульске, поэтому очень волнительно, очень сложно, так скажем. Если актеров мало на сцене, что проще работать режиссер, абсолютно нет. Почему? Потому что есть большие спектакли, где массовые спектакли, там проще берется, там какие-то режиссерские находки, фольклор, песни, танцы, а здесь каждую ситуацию приходится каждому артисту объяснять отдельно, каждую сцену объяснять отдельно. Но если актер на сцене, то есть мало артистов на сцене, если неправдоподобно, то зритель этого не поверит. Поэтому приходится работать компактно, сложнее, так скажем. История повествуется от имени одного героя. Несмотря на то, что в этом сезоне играют всего пять актеров, они постарались показать весь драматизм той эпохи и рассказать про это в рамках двух семей. Изданного Крещенова, Нил Сайфин, служба новостей Инамульского телевидения. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. 22 марта ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-западный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6, днем минус 2, минус 4 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедится. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 10. При прояснениях до минус 15, днем минус 3, плюс 2 градуса. 22 марта. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 году русские войска взяли крупнейшую австро-венгерскую крепость Перемышль, ныне Пшемысль, в Польше. Осада длилась почти 6 месяцев и стала крупнейшей осадой Первой мировой. Изнуренные австрийские и венгерские войска, оборонявшие Перемышльскую крепость, подорвали все боевые запасы, уничтожили полковые знамена и капитулировали. В плен к русским попали 9 генералов, свыше 2,5 тысяч офицеров и 117 тысяч солдат Императорской Королевской Армии. Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом! Уважаемые янаульцы, в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках проведения информационной кампании «Фронтовые письма» военный комиссариат города Янаула, Янаульского и Колтасинского районов просит откликнуться неравнодушных жителей. Если в вашем доме хранятся оригиналы или копии фронтовых писем, просим принести их в военкомат по адресу город Янаул, улица Победы, 95. Памятные письма пополнят экспозицию музейного комплекса «Дорога памяти». Внимание у жителей частного сектора города Янаула. Администрация городского поселения убедительно просит произвести очистку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод, во избежание подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов. Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте роспотребнадзор.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова